Смотрите, какая прелесть. Вчера целый день лил дождь, целый день. Сегодня уже все просто немножко еще влажное. Вот такая вот еще утренняя тишина, хотя уже не рано. Время у нас уже почти, я думаю, около 10 часов. Как говорится, у соседа трава всегда зеленее. В моем случае это действительно так. Вот вся наша прелесть. Кстати, вчера на вишенках, что очень было приятно отметить. Вот, кстати, я могу приблизить даже на этом телефоне. Прошу обратить внимание, снимаю на свой новый телефон. На нашей черешне уже появились черешенки зеленые. Это было классно. Вот. Все, у нас утро. Сегодня у моей хорошей подруги уже год в Канаде. Я ее поздравила утром. Сейчас я готовлю завтрак своим архаровцам. Выпечки творожного пирога. Это не чизкейк, это творожный пирог. Но по вкусу он, по идее, должен получиться нежным. Таким же, как чизкейк. Это то, что обещает рецепт. Значит, в принципе, вы видите все ингредиенты. Стакан муки, полстакана сахара. У меня даже здесь меньше, чем половина. Два яйца, не больше, не меньше. Масло. Масло нам понадобится. У меня здесь 450 грамм не соленого масла. Но мне понадобится из него примерно 100 грамм только лишь. Советую брать ванилин. Но для того, чтобы просто придать какого-нибудь более такого интересного вкуса, я буду использовать цедру лимона и по 400 грамм творога. Сейчас мы все это объединим вместе. Сначала пойдут два яйца с сахаром. Потом в них добавится творог. Потом мы натрем на терке, на крупное масло. Пожмякаем его вместе со стаканом муки. И, в общем-то, все это сложим вместе. Вот и все. Поехали. Так, сейчас я поставила уже разогревать духовочку. Я буду делать это в моей маленькой духовочке. Она должна быть преждевременно уже нагрета. 180 градусов будет достаточно. И тем временем я продолжаю взбивать все мои ингредиенты. Так, наш китчен-эйд готов к работе. Поехали. Здесь у меня уже 400 грамм творога. Сбитые яйца отдельно были с сахаром. И, в общем-то, доводим это до такой однородной массы. Желательно, прям кремовой такой, чтобы была кремовая. Кремовая такая, жиденькая немножко масса. Так, теперь у меня мой литл пони-подставка. Ну, просто на ней решила натереть на крупной терке. Сейчас натру примерно 100 грамм масла. Для того, чтобы соединить его вместе с мукой. Все. Я смешала масло вместе с мукой. Я использую вот такую небольшую форму. Она, на самом деле, очень маленькая. Она, ну, как English Cake. Такая вот формочка. И сейчас сюда у меня пойдет масса сырная. Ну, что ж, у нас в этой комнате уже день номер 3 идет ремонт. Сегодня, в общем-то, такая цель закончить основные работы. Сейчас мы нанесем второй слой краски. Будут покрашены, как я уже повторяюсь, рама окна, дверь одна, дверь вторая. Ну, естественно, их коробки плюс панели. Вот. Это такой план на сегодня. И, по идее, завтра уже можно будет, грубо говоря, въезжать в эту комнату. Будет еще прибита сюда палка наверх для детских штор. Они здесь когда-то висели, в принципе. Ну, я решила их опять повесить, потому что комната, получается, свет очень яркий. И комната такая наполнилась этим цветом. И хочется чего-то сюда светлые пятна. То есть, да, здесь будет белая кровать, здесь будет белая полка. Здесь, да, белые шторы, они вот разобьют вот этот вот яркий, такой фиолетовый цвет, сиреневый. Ну, вот, поэтому будет здесь висеть белая штора, а под ней будет блайн такой белый висеть. Здесь я хочу купить, еще не куплен. Ну, это тоже со временем купится. И все. В общем, такие вот планы на сегодняшний день. Начинаем. Так, ребятки, прошло у нас, ну, давайте будем говорить так, полчаса примерно. Вот видите, как он запекся, он достаточно такой, ну, целенький, он даже не протрясывается. Почему-то он у меня вот эти вот тесточки, я думала, более коричневенькое станет, но... Это окей, надо его попробовать. Ммм, о, вкусная песочная. Так. Видите, такая коричневая корочка. Ну, вот так. Пойдем, он должен был приготовиться. Обязательно, ключевой момент, нужно дать пирогу остыть. И, в общем-то, только после этого пытаться его есть. Ну, и кроме этого, как бы горячий он вообще не очень приятно есть. Все, я уже закончила две стены. Кра, сейчас еще две стены. И, как раз, когда закончим, придет время кушать пирог. А может, даже уже и обедать. Пошла дальше красить. Как красиво, Габи, посмотри. Краска будет в течение трех дней светлеть, поэтому это не будет такой насыщенный свет, как вы видите. То есть, он будет такой, но он немножечко будет бледнее. А против света оно не хочет показывать хорошо, постараюсь миновать. Все. Вот. Все подсыхает. Мы пойдем сейчас обедать. После этого будет покраска дверей, плинтусов и окна. Рейнинг? Не, еще не рейнинг, доча. Сегодня не должно быть рейнинг. Все, ребятки, вот так все выкрашено красиво. Это надо закрасить, это мы немножко замазали. Все, пошли обедать. Пирог остыл. Вот он вот так легко. Видите, отходит. Ммм, ям. Ям, ям, ям. Так, надо было как-то выложить, наверное, его. Так, возьму. А-а-а. Так. Ммм, ботно. Изумительно. Ммм. Вот эта лимонная цедра чувствуется, такая прелесть. Ммм. Не буду вам показывать свое лицо, это очень вкусно. Дошка кушает пирог. Папа запускает спиннер. Так, что будет. Дорожиленные на улице. А-а-а-а. Ой, хороший какой. Понравилось? Ммм, ледненька. Хотя и самый вкусный, правда? Ммм. Ммм, ледичная сауна. Печечка с дровишками. Большая кровать. Дровички. Прям в этом зоне под старый, деревенский, немецкий кул. мы с Идушкой решили вдвоем пройтись ветра нет солнышко тепло приятно я дала храпака мы сегодня так белили красили потом обедали потом опять белили красили ужинали ну такое пять часов потом я хотела опять идти еще докрасить Костя говорит не Инна я уже закрыл краски помыл все кисточки идем уже это отдыхать я говорю хорошо я послушно я послушно переоделась и легла спать проспала где-то часок да Идуша мы с тобой немножко полежали вместе вот а потом я проснулась и думаю надо пройтись так мы с Идушкой вдвоем решили сделать мой спортивный маршрут и пройтись видите какие облачка как красиво вообще просто прелесть мальчик косят траву мужчина то есть вот а мы гуляем по вот такой красивой погоде а там сирень боже как она божественно пахнет не очень приятно пахнет дедушка правда просто вот сейчас надо подойти мы сейчас будем с тобой только я сейчас закончу съемку и мы с тобой будем только еще только подойду я хочу это вот понюхать цветочек подзарядиться энергия я кстати никогда не любила сирень а с возрастом полюбила тоже полюбила просто очень приятно пахнет а ну ой боже о май гад просто великолепно пахнет просто какое-то воспоминание детства сразу меня потому что у меня бабушка любила сирень мама моей мамы она обожала и моя мама любит сирень ну это не грани крас там пахнет с понюхай близко цветок близко-близко понюхай его конечно это очень вкусно пахнет все в общем короче мы пошли на наш проход а ну а и ну и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok